hello hello с вами канал hi english мы делаем быстрый восьмой тест уровня pre-intermediate книга english file начинаем кто не подписался подпишитесь пожалуйста подпишитесь первое tick aboc to complete the sentences то есть нужно выбрать aboc чтобы завершить закончить предложение феликс doesn't to have doesn't have to doesn't to work on saturdays то есть doesn't have to work не обязательно ему работать по субботах doesn't have to work on saturdays первое number one you've got an exam tomorrow у тебя завтра экзамен you don't should shouldn't to shouldn't go out tonight go out tonight это ходить гулять сегодня вечером tonight это не всегда сегодня ночью иногда означает сегодня вечером ты не должен как же ты должен ходить гулять если у тебя экзамен то есть ты должен сидеть отдыхать или что делать учить экзамен готовиться к экзамену you don't should это nonsense потому что если у вас модальный глагол should must can то вам не нужно don't вспомогательный глагол чтобы построить отрицание отрицание строится просто you shouldn't you shouldn't you shouldn't to нет потому что после should не используется ту никакое понимаете поэтому будет правильный ответ you shouldn't go out tonight тебе не следует выходить гулять сегодня вечером второе he doesn't speak to you again he wouldn't speak to you again he won't speak to you again if you tell anyone his secret ok то есть он отрицание не говорит не будет говорить с тобою снова again опять снова if если you tell anyone ты расскажешь кому-либо his secret его секрет то есть он не будет говорить с тобой he doesn't speak to you he wouldn't speak to you he won't speak to you здесь правильный ответ будет won't почему won't давайте я вам объясню смотрите что такое won't it it's will not won't это will not will not что такое will not это будущее время отрицание в будущем времени то есть он с тобой не будет разговаривать то есть это я точно знаю это реально может произнести произойти he won't won't это сокращенно will not he won't speak to you again if you tell anyone his secret здесь условное предложение условное предложение реальной реального условия то есть это реально может произойти если ты расскажешь кому-то его секрет после if мы не используем will поэтому мы говорим tell но переводим как в будущее время if you tell anyone his secret he won't speak to you again он с тобой не будет говорить снова так третье if you have time will have time had time помните что после if не используется will поэтому это откидаем и фью папа по time был июка мранд фланш ты придешь на обед если у тебя будет время и фью авторам стис и фьюхов таль почему потому что первое после if мы не используем был в условных предложениях не не был не будут условных предложениях не используем после их то есть не только после их но после слов как if when as soon as until till и не как несколько еще слов и фьюхов талан если будет у тебя время смотрите я говорю если будет у тебя время но так как после их я не использую will я использую present simple if you have time if you have time 4 if the pool is open когда бассейн открыт но здесь не когда бассейн а если бассейн будет открыт почему is я перевожу как будет здесь потому что после if не используется will а используется present simple и если у вас is мы переводим как будущее время если бассейн будет открыт we go for a swim we will go for a swim сокращенный вариант и would go for a swim выбираем конечно же will go for a swim потому что будущее время используется в главном предложении главное предложение это только предложение которое может сосуществовать само по себе то есть кошка которая гуляет сама по себе это главное предложение we'll go for a swim мы пойдем поплавать при каком условии мы пойдем поплавать if the pool is open если бассейн будет открыт if the pool is open we'll go for a swim number five i think they should should to mustn't buy a new sofa the old one is uncomfortable то есть я считаю что им нужно не нужно купить новую софу новый диван the their old one one мы заменяем слово диван чтобы не повторяться is uncomfortable не очень комфортный то есть их старый некомфортный почему ну не знаю почему некомфортный но мне кажется им не стоит стоит или не стоит так как старый некомфортный у них то наверное правильный ответ будет тот который мотивирует их на покупку нового дивана i think they should buy будет should buy почему should а не should to потому что после should после модальных глагола of can should must may might не используется to i think they should buy a new sofa то есть should это как бы мое личное мнение мой совет им им следует купить новый диван number six is this our train our train us train здесь нужно понимать отличия между этими всеми словами us это нам или нас то есть в каком плане например мы можем сказать покажи нам show us show us your new car покажи нам свою новую машину show us your new car show us your new car дай нам give us give us give us your pencil дай нам твой карандаш give us your pencil нас или нам будет us our означает наш и используется перед существительными нужно сказать что именно ваше наши точнее our это наш наше 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 наши вот у них одно слово означает кучу разных вариантов в русском языке наш наше 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 our our train our plane our boat our так нельзя сказать так можно сказать тогда когда у вас ours это все последнее слово и вы не используете существительное то есть this is ours это наше все точка this is ours но если вы говорите это наш поезд вы говорите it's our train is this our train это наш поезд is this our train no we need to find platform 8 нет нам нужно найти платформу 8 number 7 you love this book вам понравится эта книга love здесь мы используем will love will используется когда мы делаем прогнозы пальцем в небо когда у нас нет веских оснований улик сказать что сто пудово что-то произойдет то есть мы делаем прогноз уверены что это произойдет используем will когда мы видим улику например машина быстро едет и она сейчас разобьется потому что летит просто на ужасной бешеной скорости мы можем сказать the car is going to crash look this car is going to crash то есть это понятно что это произойдет потому что есть улики а здесь это мое мнение личное да если я говорю что я в чем-то уверен я что-то думаю предполагаю использую will для прогнозов you love this book you love this book then if when you like history тебе понравится эта книга при каком условии если ты любишь историю если как будет если if if это если if you like history you love this book you love this book if you like history дальше you should shouldn't to shouldn't сразу же смотрите вариант который точно не подойдет это когда после must should may might can этих модальных глаголов используется то никакого после модальных глаголов не используется сразу же отметайте этот вариант дальше you should walk home at night it's dangerous вот у нас подсказка извините пожалуйста опасно это опасно что опасно опасно пешком идти домой ночью поэтому совет какой you shouldn't you shouldn't тебе не следует этот дружественный совет should вообще используется когда вы даете кому-либо дружественный совет you shouldn't you shouldn't вам не следует you shouldn't walk home at night не следует ночью идти домой почему it's dangerous это опасно это не безопасно да I don't think мне не кажется I don't think you shouldn't you should you should to помните что мы откидаем точно нам не подходит это should to никаких to после should must не ставится да это вы уже запомнили надеюсь да I don't think you should shouldn't tell your parents about this я не думаю что тебе следует рассказать родителям об этом когда я уже вам это говорил еще раз скажу что когда вы хотите построить отрицание в английском языке и у вас есть слово I don't think то вы не сможете построить таким образом отрицание что чтобы сказать мне кажется ты не должен сказать родителям об этом то есть мне кажется ты не должен как бы нот здесь поставить здесь поставить отрицание в английском языке так не делается в английском языке делается отрицание в фразе я думаю они скажут с отрицанием эту фразу чтобы построить отрицание во всем предложении они сразу же построить отрицание здесь. И здесь будет утвердительное предложение. I don't think you should. Я не думаю, что тебе следует. То есть, если вы хотите сказать, я думаю, тебе не следует, то все равно на английском языке нужно сказать I don't think you should. I don't think you should tell your parents about this. Нандита couldn't come to my birthday party. Нандита не могла прийти на мою вечеринку, касательно моего дня рождения. But, no. I went to her. Окей, напрашиваться hers. Но я пошел на ее. Her. Ее. Ну, когда вы используете her, нужно сказать, что именно ее. Her book, her pen, her party. Her party. But I went to her party. But I don't want to repeat this word party. Я не хочу повторять это слово party. Поэтому я использую I couldn't come to my birthday party. But I went to her's. Ее. Да? Hers. То есть, hers это последнее слово в предложении. Hers. Нельзя сказать her's party. Но можно сказать her party. But I went to her party. или But I went to her's. Hers. He'll be really happy. Он будет реально счастлив. При каким? При каком условии? If we invited, invite, would invite him to come with us. После if не используется will, не используется would. Сразу же отметаем. He'll be really happy. Он будет реально счастлив. Если мы его пойти с нами. Его пригласим пойти. Пригласим пойти с нами. If we invite, будет invite, будет present simple. Потому что здесь у нас will. Это реальное условие. Он реально. Это реально может произойти в будущем. Мы говорим о будущем. Что в будущем он реально может быть счастлив. если мы его в будущем пригласим. Пригласим. Точнее, да? Ну, сейчас как бы пригласим. Поэтому и present simple используется, я думаю, из-за этого. If we invite him to come with us. Но в русском языке, в украинском языке используется не present simple. Используется future. Будущее. Как бы, если мы пригласим его. А здесь if we invite him to come with us, как бы сейчас пригласим, то he'll be really happy. То есть после if не используется would, не используется will. Number 12. That's not your pen. Это это или то. Кстати, that's может означать и это. That's not your pen. Это не твоя ручка. Она моя. It's mine. Здесь полная форма тоже будет. It's mine. Она моя. Потому что после mine мы не используем it's mine pen. Здесь нет слова pen, поэтому я не могу использовать it's my pen. Я не могу my сказать нет pen здесь. Здесь мне нужно последнее слово поставить и будет mine. Это моя. Если после слова моя я не говорю что именно моя, что именно моё, тогда я ставлю полную такую форму mine. It's mine. Oh, sorry. Oh, извини. I picked up yours phone. Yours phone. Your phone by mistake. Никогда у вас не будет, если вы говорите что именно ваше, your phone, например, будет всегда вот эта форма your phone, my phone, her phone. Yours будет, когда у вас нет вот этого всего. I picked up yours. Sorry. I picked up yours. И вообще непонятно что именно твоё я подобрал, поэтому здесь конечно же лучше сказать your phone. Number fourteen. If they didn't arrive in five minutes, we'll go. Если они не приедут через пять минут, через здесь будет in five minutes, тоже запомните пожалуйста, что через пять минут, через две минуты, через три минуты будет in. In five minutes, in two minutes, in three minutes, in ten minutes, in two months, через два месяца, in two years, через два года и так далее. So if they didn't arrive, won't arrive, don't arrive, in five minutes we'll go. Помните, что здесь will реальное условие, то есть если они реально не приедут через пять минут, мы уедем, мы пойдем, не будем их ждать. So if they don't arrive, потому что после if не используется will, но используется present simple. If they don't arrive in five minutes, we'll go. Go soon? Yes, we should, it's very late. Should we go soon? Should we? нам следует? Следует нам в скорости уехать, уйти, go? Should we go soon? Yes, we should, it's very late. Да, следует, очень поздно. We should go soon? Здесь нельзя так построить, we should go soon, потому что у нас вопрос, как ни крути, нужно как-то построить вопросительное предложение, поэтому нельзя начинать вопрос субъекта с глагола, это некорректно грамматически. don't we should? Разве нам не нужно? Нельзя так строить, потому что есть should у вас, а should это глагол не простой, а модальный, поэтому он сам может образовывать вопросительные конструкции, например, shouldn't we do this? Разве нам не нужно это сделать? Shouldn't we do this? Разве нам не следует это сделать? Но здесь это не следует, не нужно, shouldn't у нас нет, don't we should это не существует такая форма, так нельзя сказать, should we go soon? Так прекрасно, should we может, разве не нужно нам, да, should we go soon? Разве не нужно нам быстро уйти, то есть уйти в скорости, не ждать? yes, yes, should, it's very late, we should go soon, yeah. I don't think, мне не кажется, что, вот, опять же таки, вспомните, я вам рассказывал, что, если вы делаете отрицание, предложение, то, и у вас есть, мне кажется, то, отрицание в английском языке всегда будет начинаться с, мне не кажется, I don't think, you, и здесь нет отрицания, то есть, там, где нот, это не подходит, you shouldn't, нет, это не будет так, I don't think, you may go out tonight, or you should go out tonight, мне не кажется, что ты должен сегодня выходить гулять, you've got a lot of work to do, у тебя очень много дел, you ought not, didn't ought not to, здесь смотрим spend so much money on shoes, то есть, как бы, так много денег на на shoes, на обувь, тебе не следует, как бы, но не следует у нас нет, you shouldn't, я бы сказал, shouldn't spend so much money on shoes, прекрасное предложение, shouldn't используем, should это следует, отрицание, как бы, не следует, shouldn't, но shouldn't у нас, то нет, и аналогом слова should not есть слово ought not to, ought not to, то есть большинство людей вообще пугается этого ought not to и редко его встречает, разве что в тестах, да, но есть оно, это аналог слова should ought not to, you ought not to spend so much money on shoes, это то же самое, что сказать you shouldn't you shouldn't тебе не следует you shouldn't you shouldn't spend so much money on shoes you ought not to you shouldn't number 18 whose car is this whose car is this who car is this who это кто или кому или кого то есть если я хочу спросить кого ты спросил я скажу who did то есть это человек какой-то who did you ask who did you ask кого ты спросил who did you ask кто ты who are you who are you кто ты who did you ask кого ты спросил who are you кто ты ну технически лучше сказать кого ты спросил whom did you ask но все говорят who did you ask who здесь не подходит почему потому что я спрашиваю чья это машина ответ it's ours она наша смотрите нельзя сказать it's ours car да если я хочу сказать it's ours car тогда мне не нужно и здесь я скажу it's our car это наша машина то здесь все просто все правильно it's ours она наша и дальше мы не говорим что именно наше it's ours чья машина whose это смотрите апостроф с whose нет апострофа с whose это whose и это whose какой же правильный ответ апостроф с может означать либо is либо has но здесь нам ни is ни has не нужно потому что who is car нет who has car нет is у нас здесь есть да и я спрашиваю чья это машина а чей чья чьё чьи в английском языке будет whose все whose это и чья и чей и чья и чьё и так далее whose car is this чья это машина whose book is this чья это книга whose coat is this чья чьё это пальто вот whose number 19 if we changed change will change cues the other cue will move quicker то есть если мы будем бегать по очередям то предыдущая очередь где мы стояли будет двигаться move это двигаться i like to move it move it будет двигаться быстрее а а а а смотрим на will will здесь мне очень важно увидеть этот will если я вижу will я понимаю что это реальное условие то есть здесь нет никаких заморочек если бы до кабы с вторым conditional потому что есть второе conditional второе условное предложение есть третье условное предложение и там будут заморочки а здесь я говорю о чем-то реальном что может произойти то есть реально если мы сейчас переместимся в другую очередь смотрите как прекрасно как прекрасно пишет слово кьюз 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 очередя то есть кьюз как бы читается одна буква и с а все остальное не читается но его нужно писать куэ уэ да все кьюз правильно читается if we change будет почему потому что после if я не могу сказать will вот это такое классное правило не используем был после if if we change кьюз а используем present simple да если у нас реальные условия когда у нас здесь есть был в основном предложении и здесь еще такой интересный нюанс если вы начинаете из какого-то предлога предложения например с if то вы ставите вот эту кома она называется кома кома запятую да перед главным главным предложением вот это предложение называется главным а это второстепенное предложение которое само по себе существовать не может если вы скажете if we change кьюз а этого предложения нет то вообще смысл предложение теряется но если вы скажете the cue will move quicker без этого предложения то можно в принципе сказать да очередь будет двигаться быстрее то есть смысл этого предложения не теряться какой-то смысл есть в этом поэтому это предложение и называется главным предложением главное предложение оно существует само по себе может существовать а второстепенное предложение это когда оно начинается с if каких-то предлогов и само по себе существовать не может и смотрите если если вы начинаете предложение с предлога тогда перед главным предложением вы ставите эту запятую но если вы будете начинать с главного предложения ваше предложение какая-то автология то запятую ставить не нужно the other cue will move quicker if we change cues здесь тогда не будет запятых you shouldn't drink to drink drinking после shouldn't никаких to не используется сразу у человека you shouldn't a lot of coffee it's bad for you то есть не 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 следует пить много кофе оно плох оно bad for you как-то плохо для тебя или плохо для вас you это и ты и вы и так далее so you shouldn't drink будет почему drink потому что это should модальный глагол после модальных глаголов should must might may и так далее не используется to используется простой инфинитив you shouldn't drink тебе не следует пить you shouldn't smoke тебе не следует курить you shouldn't i don't know eat fast food и так далее итак друзья дальше мы идем к лексике но перед этим пожалуйста подпишитесь на канал если вы это смотрите и каким-то чудом слышите что я вас прошу подпишется пожалуйста подпишитесь это для вас такое плевое дело а для меня это вообще супер классная штука когда у меня будет больше подписчиков тогда у меня будет больше мотивации делать это видео эти полезные видео и я думаю больше 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 количество людей я смогу помочь so vocabulary лексика смотрим на лексику лексика 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 самое важное i always wear a suit to work то есть я всегда ношу suit костюм на работу молодец то есть wear это мы говорим об одежде carry это нести что-то в руках да не натереть wear это когда очки носят например да i don't like wearing sunglasses я не люблю носить очки от солнца это wear используется carry это когда в руках вы что-то несете там could you help me carry this bag вы можете помочь мне нести этот bag сумку да carry нести то есть carry a gun можно с собой нести пистолет carry a gun carry something i don't know try пытаться i always try a suit try ну кажется типа пробовать suit на работе примерят но примерять будет try on здесь оно не подходит потому что он нет и вообще странно звучит поэтому try нет my brother looks my father my brother like my father looks like my father конечно же looks like looks like похож на выглядит как мой отец my brother looks like my father my brother looks like my father so this is the correct option my brother looks like my father мой брат выглядит как мой отец looks like my father вот как мой отец очень похож на отца looks like my father мы говорим о внешнем внешности did you hear did you listen to did you listen did you hear I think did you hear that noise ты слышал этот шум listen это слушать то есть ты слушал последний альбом там Madonna или Taylor Swift или Metallica did you listen to the last Metallica album можно так сказать listen to но здесь ты слышал этот шум не слушал да а слышал слушать это listen to а слышать hear did you hear that noise что 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 там было did you hear that noise I think a storm is coming мне кажется наближается ураган не делайте так как я это сделал сейчас потому что я не прочитал второе предложение обычно бывает что второе предложение несет какую-то подсказку но здесь для меня было очевидно что нужно использовать hear ты слышал то есть не слушал что делал слушал кушал и радио слушал а нет ты не слышал did you hear that noise ты слышал тот шум а running club is a good place to то есть клуб да кружок по бегу это есть хорошее место чтобы know people знать людей look like выглядеть как люди да или meet people meet это знакомиться встречать поэтому meet это правильный ответ а running club is a good place to meet people to meet people а number four делаем четвертое делаем четвертое ребят he watched the paintings in the living room he looked at the paintings in the living room ну здесь look по-любому какой-то look не тот то есть смотреть на что-либо look at будет обращайте всегда внимание на предлоги look at посмотрите на меня look at me посмотрите на него look at him посмотрите на нас look at us помните я сегодня вам рассказывал что такое us то есть us может использоваться не us там look at us look at them посмотрите на их look at them посмотрите на меня look at me вот эти все слова могут легко использоваться после предлогов посмотрите на нас us да как вот в слове нас нас только без n us look at us посмотрите на нас но это us может и означать нам да give it to us да это нам так что he watched the paintings watch здесь не очень подходит почему потому что watch это смотреть как движение какое-то action да то есть два парня дерутся а третий стоит и смотрит наблюдать как бы watch поэтому используется watch со словом film to watch a film обычно и to watch i don't know to watch a movie so he looked at the paintings in the living room он смотрел на картины в living room гостиной поэтому используем looked at видите кажется все просто да we should hurry or will the train we should hurry or hurry we should hurry or will miss lose catch the train catch это сесть поймать как бы да дословно поймать поезд сесть на поезд lose это проиграть или потерять а miss это пропустить не успеть вот именно когда мы говорим о поезде что мы можем что-то пропустить to miss the train miss the plane miss the bus используется слово miss miss не успеть пропустить опоздать и так далее используется слово miss по отношению к автобусах автобусам да к поездам и так далее so we should hurry or will miss the train Matthew said told to or told his girlfriend lots of lies какой плохой Мэтью то есть он много лгал своей девушке вот он tell lie это сталое выражение то есть дословно говорить ложь tell a lie tell a lie tell a lie это говорить ложь so Matthew told to his girlfriend lots of to to не нужно использовать said his girlfriend нет said не подходит потому что tell a lie to told to to tell somebody сказать кому-либо здесь не нужен никакой предлог tell me скажи мне tell him скажи ему tell us опять скажи нам look at us посмотри на нас а скажи нам будет tell us здесь us уже переводится как нам видите как интересно look at us посмотри на нас а скажи нам tell us в английском языке все это меняется нас на а в английском будет us вот look at us tell us так поэтому нельзя использовать to после tell number 7 I can borrow I can lend I can take you смотрите тебе 10 pounds 10 фунтов until tomorrow до завтра if you like то есть если хочешь я тебе могу одолжить 10 фунтов до завтра одолжить то есть одолжить это это как бы я тебе дам давать на d начинается то есть здесь borrow это брать когда я у тебя одалживаю но когда я тебе одалживаю то lend это давать я тебе могу дать да одолжить I can lend you вот именно lend нужно запомнить вам разницу borrow это you can borrow вы можете одолжить у кого-либо занять у кого-либо borrow you can borrow some money from someone but you can lend somebody 10 pounds or you can lend 10 pounds to somebody вот здесь запутанное такое два слова да путаница это когда I can lend you я могу тебе дать 10 фунтов на d буквы заканчивается поэтому запомните значит дать значит одолжить кому-то а borrow на b начинается значит брать значит у кого-то одолжить number eight we hoped we expected we waited for the bus for an hour before it arrived то есть мы как бы ждали автобус целый час перед тем как он приехал не мы надеялись на автобус не мы надеялись на автобус we hoped for the bus ну в принципе кто-то надеется на автобус we expected expect ожидать ожидать это с моря погоды expect ожидать а здесь будет слово ждать we waited for the bus for an hour мы ждали на автобус час wait for something for an hour for а значит на протяжении for это протяжение какого-то периода да период for это период показывает вот предлог for показывает период на протяжении часа we waited for the bus for an hour before it arrived перед тем как он приехал он это автобус it arrived number nine you look you look at you look like so you look very young in this photo you look very young ты выглядишь очень молодым на этой фотографии look at это смотреть на look at me посмотри на меня или как вот здесь было he looked at the paintings in the living room он посмотрел на картины в гостиной but in this case you look very young in this photo ты выглядишь очень молодым на этом фото you look very young in this photo number ten ricardo doesn't win earn spend much money as a waiter ricardo и друзья пожалуйста подпишитесь на канал не знаю как вас мотивировать подписаться с подпиской только 12 процентов смотрит мои видео 12 процентов понимаете 12 процентов остальные 88 процентов смотрят без подписки так вот если вы кто-то из этих 88 процентов пожалуйста подпишитесь это не сложно сделать но это ну понимаете очень важно очень важно для меня и для роста канала поэтому подпишитесь поставьте лайк колокольчик нажмите оставьте комментарии и все продолжаем дальше Frank works very slowly he spent four hours on his homework то есть он работает очень медленно в принципе как так вышло непонятно но он работает очень медленно slowly это как медленно fast здесь написано можно fast Frank works very fast мы не знаем если мы не прочитаем второе предложение мы не знаем он работает очень медленно очень быстро very fast можно и так и так сказать Frank works very slowly Frank works very fast кстати нельзя сказать very slow вот very fast можно very slowly very slow нет потому что fast это исключение slowly это наречие если у вас есть наречие то образуется наречие путем добавления ly slow slowly works very fastly здесь нельзя fastly если сказать это как бы исключение поэтому fast будет вот вот поэтому как важно читать второе предложение они they send a lovely sadly song sadness song ну sadly это к сожалению sadly he couldn't call me к сожалению он не смог мне позвонить а sadness это печаль мне нравится это слово sadness sadness печаль sadness sad это печальный печальный какой печальный грустный да счастливый счастливый ребенок счастливый счастливый счастье и happily это счастливо то есть как они играли они играли счастливо the children were playing happily in the garden so the children were playing happily in the garden правильный ответ будет happily дети играли счастливо радостно в саду number 13 your room is very tidy tidily tidying at the moment ну здесь просто будет ваша комната очень чистая чистый будет tidy tidy не знаю что вам еще здесь рассказать tidy чистый tidily такого слова вообще нет я не слышал никогда tidily то есть делать как чисто tidily tidying tidying это tidy это чистить убирать да он he is tidying his room right now он сейчас убирает свою комнату это глагол а здесь ваша комната есть очень какая чистая is very tidy at the moment здесь наверное хотели поймать вас на том что at the moment значит действие происходит сейчас поэтому нужно tidying использовать но здесь нет никакого действия здесь просто факт что ваша комната сейчас очень чистая то есть статика есть есть не что то делать а быть быть чистым то есть наша команда играла реально классно очень классно очень хорошо и мы выиграли матч good или well our team played really good our team played really well really excellent если excellent используете зачем вам really really нельзя использовать с excellent то есть это как бы excellent уже дальше некуда сказать превосходно просто превосходно really excellent really excellent оно не сочетается поэтому excellent мы отметаем и good и well и так и так можно сказать но здесь our team played это глагол если вы описываете глагол вы глагол как будет на английском будет verb если вы описываете глагол используйте adverb на английском языке это называется adverb это называется на речи и отвечает на речи на вопрос как играли как играли хорошо а хорошо на английском языке будет well our team played really well really good что такое good это не хорошо это хороший какой a good man хороший человек a good man a good person ok но на самом деле good тоже в этих ситуациях используется i feel good я чувствую себя хорошо есть песенка i feel good папа папа да то есть можно и good использовать но лучше well использовать потому что well это наречие а не прилагательные a Spanish teacher speaks to слишком как too quick too fast too fastly fastly вот нельзя так fastly сказать вот как здесь вот fast это правильно слов ли это правильно fastly нет потому что это исключение ли сюда мы не можем добавить наш учитель испанского говорит слишком чтобы я смог понять our Spanish teacher speaks too fast слишком быстро too fast чтобы я for me to understand как бы для меня понять окей дальше шестнадцатое делаем шестнадцатое she got the bus and walked home she got on the bus to the bus off the bus смотрите get on and off когда мы говорим о автобусах это садиться и выходить с автобуса get on the bus садиться на автобус get off the bus это выходить с автобуса on и off используется on и off so she got on the bus and walked home ага не подходит он почему потому что она пошла домой то есть она вышла с автобуса и пошла домой she got off the bus and walked home so it's going to be c number seventeen he left work at six он оставил работу в шесть and got to home the home home at six thirty he left work at six он ушел с работы в шесть и got home здесь просто никаких предлогов не нужно got to home got the home нет home это ваша начальная точка отправления все начинается из дома поэтому ту не нужно просто he got home he got home at six thirty он пришел домой шесть six thirty шесть тридцать alex and maria are getting married 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 если ok getting married будет после get используется глагол в третьей форме get drunk напиться get broken разбиться get married жениться и так далее get scared испугаться ну вот часто используется именно get и глагол в третьей форме который как бы не глагола прилагательную то есть как бы какой женатый get married а жениться get dark становится темным и так далее то есть это слово get которое очень сложно для английского для понимания английской речи но очень часто используется например можно сказать get me some water принеси мне воды I get on well I get too well I get off with my brothers and sisters so здесь get on well можно запомнить это соучитание означает быть в хороших отношениях to get on well with get on well да еще и предлог with get on well with my brothers and sisters Number twenty, he studies a lot and his English is getting, or get, опять get, English is getting, становится какой? Best, better, the best. The best, это самый лучший, она становится не самой лучшей, а просто лучше, лучше, лучше будет better. Когда хотите использовать best, обычно the нужно говорить, the best. He's the best player in the world, chess player in the world, for example. So he studies a lot and his English is getting better. Его английский становится лучше. И последнее, ребят, это pronunciation, давайте быстренько сделаем pronunciation. Белая вагона, то есть звук, который не совпадает. Lose, shoes, pull. Здесь у, здесь у. Lose, shoes, а здесь pull. Lose, глины, у. Lose, shoes. А здесь короткий, у. Поэтому короткий, лишний, белая ворона. Should, food, good. Food. Здесь should, good, food. Enough, would. Enough. Совпадает, а вот белая ворона. Must, foot, love. Ma, la. А здесь fu, foot. Не совпадает. Could, put, but. Could, put, but. Это а, поэтому здесь мы выделяем. But, look, push. But, длинный звук. Look, push. Короткий. Значит будет but. Which word has a different pronunciation? Какое слово имеет отличительное произношение? Her, here, here. Here, here пишется так, по-разному читается одинаково. Here, here. Here, here. А здесь her, her. Поэтому выбираем her. Number six. Weight, white, weight. Здесь weight, a, e, c читается одинаково. Weight, ждать и weight это вес. А здесь white, белый, weight. Да, я, кстати, никогда не думал. Weight и weight. Да, это однако, одинаково читается. Now, now и no. No и no. Одинаково читается. А now это сейчас. Now, right now. Прямо сейчас. War, where, war. War, насил. War, война. War, был. War, war. Здесь будет war, был. Met, meet, meet. Здесь будет met, потому что здесь глинзвук и. Meet, meet. А здесь met. Met. Поэтому a. Read, read. Нормально. Read. 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 Стоп. Здесь все разные слова. Read. А, хорошо. Мы можем прочитать read как red, если это вторая форма. Read. Read тогда будет. И здесь read. 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 Окей. Тогда будет C. Так, друзья. На сегодня все тогда. До новых встреч, новых видео. Оставляйте ваши комментарии. Подпишитесь, если не подписались. И увидимся. До скорого. Пока-пока.